Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Сотрудники пограничного управления по Карачаево-Черкесии выявили два нарушителя пограничного режима, которые оказались жителями Краснодарского края. Прибыли они в Карачаевский район с целью прохождения по туристическому маршруту в ущелье Дамбай-Ульген к Чухчурским водопадам, экологическая тропа которого пролегает по охраняемой приграничной территории Тибердинского национального парка. У туристов не оказалось документов, регламентирующих право нахождения и пребывания в пограничной зоне. Наши жители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КОАП России в виде административных штрафов на общую сумму 2000 рублей. Пограничное управление обращает внимание гостей и жителей региона, что в пределах пограничной зоны расположены на территории Карачаевского, Зеленчугского и Урубского районов, установлены действуют правила пограничного режима. Нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов является административным правонарушением и вычет за собой административную ответственность. Необходимая информация о требованиях российского законодательства в пограничной сфере размечена на официальном сайте ФСБ России. 12 февраля день работников подразделений лицензионно-разрешительной работы. И сегодня гость программы – начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесской республике Исмаил Бердиев. В беседе с Фатимой Дауровой он рассказал о работе ведомства. Добрый день, Исмел Леонтьевич. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником, который вы будете отмечать уже завтра. И давайте мы сегодня поведаем нашим зрителям о специфике вашей работы и, пожалуй, начнем об истории возникновения ваших подразделений. История возникновения подразделений лицензионно-разрешительной работы официально в России считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР было учреждено первое подразделение лицензионно-разрешительной работы, в функции которого входило непосредственно осуществление контроля за оборотом гражданского оружия. Данное подразделение входило в состав административных подразделений МВД Советского Союза. Какие основные задачи возлагаются на подразделения лицензионно-разрешительной работы в системе Росгвардии? На сегодняшний день основными задачами подразделения лицензионно-разрешительной работы в составе Росгвардии является осуществление федерального контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, а также частной охранной и детективной деятельности. То есть непосредственно это выдача гражданам лицензий и разрешений на приобретение и хранение оружия, а также выдача лицензий частным охранным предприятиям и частным детективам. Как идет работа ведомства с владельцами гражданского оружия? Какие обязанности возлагаются на владельцев? На владельцев гражданского оружия на сегодняшний день федеральным законом об оружии номер 150 возлагаются обязанности по осуществлению надлежащего хранения оружия, продление разрешительных документов в установленные сроки, а также соблюдение мер личной безопасности при обращении с оружием. А вообще сложно ли стать владельцем гражданского оружия и через какие процедуры нужно пройти гражданам, чтобы зарегистрировать это оружие? Нет, ничего сложного нет. Для граждан, которые ведут законопослушный образ жизни, никаких проблем это не составит. Необходимо пройти медицинское освидетельствование, чтобы установить факт того, что гражданин может являться владельцем оружия по состоянию здоровья, пройти первоначальное обучение, обращение с оружием в специальных образовательных учреждениях. После этого предоставляются данные документов в наше подразделение, и мы предоставляем данную государственную услугу по выдаче гражданину лицензии на приобретение оружия. А в последующем гражданин уже приобретает оружие и ставит данное оружие на учет у нас. Статистика владельцев оружия у нас ведется. Интерес граждан в последнее время к оружию только возрастает, не убывает. На сегодняшний день в нашей республике около 21 тысяч владельцев оружия гражданского. У них на руках имеется около 25 тысяч единиц оружия. Сколько единиц оружия может один человек у себя зарегистрировать? Закон разрешает на сегодняшний день гражданину регистрировать до 10 единиц огнестрельного оружия. Нарезные, либо гладкоствольные. Сам гражданин может выбирать, сколько он хочет единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Также гражданин имеет право приобрести два травматических пистолета, то есть оружие ограниченного поражения и пять единиц газового оружия. Как происходит проверка хранения огнестрельного оружия? — Проверяются граждане по месту жительства или по хранению оружия. Для этого необходимо, чтобы у гражданина был сейф, запираемый на два замка, технически установленный правильно, чтобы посторонние лица не имели доступа к владельцу оружия и его оружию. — Что может быть причиной отзыва лицензии? — Причин много. Они, опять-таки, регламентируются федеральным законом об оружии. Но основные причины — это допущение гражданинам составления административных протоколов за нарушение общественного порядка и также привлечение гражданина к уголовной ответственности. — Ваше ведомство еще занимается выдачей лицензий на частную охранную деятельность. Расскажите пару слов об этом. — В нашем регионе есть частные охранные предприятия. Их деятельность также лицензируется нами. Выдаются необходимые для этого лицензии. И граждане уже могут получать услуги, становиться частными детективами, частными охранниками, либо открывать непосредственно ЧОПы и заниматься охранной деятельностью. — Сейчас у вас есть возможность поздравить ваших сотрудников в честь профессионального праздника. — Спасибо. Хотелось бы поздравить всех наших сотрудников с профессиональным праздником. Пожелать им в первую очередь здоровья, семейного благополучия и, конечно же, повышения на их непосредственной работе. — Исмейл Леонтьевич, спасибо за беседу. Мы рады, что вы сегодня были у нас в гостях. И думаю, наши зрители теперь больше знают о специфике вашей работы. Сейчас о погоде, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнерадостная, мудрая, преданная своей малой родине и всей России. Столетний юбилей отпраздновала жительница аула Кубина Цуца Коговна Дагужиева. Виновницу торжества в день рождения посетила много гостей. Дети, внуки, правнуки. Руководство Абазинского района и общественной организации с юбиляром пообщалась и наша съемочная группа. Альбина Курочинова-Кенжева узнавала секрет долголетия бабушки. С раннего утра поздравить бабушку Цуцу спешат все близкие и родные, соседи и друзья. Накрыт большой стол, чтобы всем вместе отметить торжество. Настроение у юбиляра на высоте. Поздравительный адрес президента страны Владимира Путина и главы республики Рашида Тимрезова зачитал глава Абазинского района Руслан Кужев. Поздравляю вас с вашим столетием, дорогая Цуца Коговна. Уважаемая Цуца Коговна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые совершения. Также Цуцу Коговну пришли поздравить с подарками сотрудники Алашара и администрация аула. Благодаря своей доброте и позитивному мышлению и поддержке близких, Цуца Дагужиева и отмечает сегодня вековой юбилей. Хочу. Дисциплина хорошая была, годы хорошие были. Как они сейчас живут, они люди. Сейчас желаю им хороших здоровья, хороших жизней. Цуца Дагужиева родилась в ауле Альбурган. В военные годы работала учителем. Была секретарем комсомольской организации. Три месяца была в плену немецких фашистов и подвергалась пыткам. Вскоре советские солдаты освободили Цуцу. В 1946 году вышла замуж в Кубину. Прожила с супругом Османом Дагужиевым более 60 лет в счастливом браке. Воспитали шестерых детей, 15 внуков и 28 правнуков. Во всех есть частица добродушия Цуцы. Вот и весь секрет долголетия. Она добра и жизнерадостна ко всем от мала до велика. Несмотря на свой закалённый временем, войной и пытками характер. Позитивная, весёлая всё время. Что ещё? Жизнерадостная, добрая. Ко всем хорошо относится. Даже к самым маленьким. Чтоб долгие годы с нами жила ещё. Пока мама есть, мы ещё дети. Внуки говорят о бабушке ласково и с любовью. Детство, проведённое под её крылом, оставило неизгладимый след воспитания и отношений к жизни. Все вместе выросли. У бабушки мы росли. Вот в этом доме. И вот нас, как я говорил, до этого 15 человек. И мы выросли как родные. И мы до сих пор вот так же общаемся. А когда человек в детстве, вот бабушка нас всегда учила этому. Как вы сами видите, она ходит. Всё сама делает. Короче, наша бабушка молодец. Умница. Моя бабушка очень добрая, отзывчивая и весёлая. Спасибо Аллаху до сих пор, что она у нас есть. Мы её очень любим. В такой знаменательный день все желали именинницы крепкого здоровья. И как можно дольше оставаться в кругу своих близких. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Кубина. Профилактика в стоматологии очень актуальна. Поскольку результаты многочисленных исследований показывают распространённость стоматологической патологии. Уже у двухлетних детей приближается к 30%. К подростковому возрасту достигает 98%. В зрелом возрасте абсолютно здоровые у пола сердца имеют единицы. Какие профилактические мероприятия проводят? Какие новшества будут внедрять? В этом году в Республиканской стоматологической поликлинике об этом и не только. Рассказала главный врач Бэлла Хубиева. С ней беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Бэлла Хасановна. С прошедшим вас профессиональным праздником. Вас и ваш весь коллектив мы поздравляем. Расскажите нам, пожалуйста, как начался 2023 год в стоматологии у вас. Здравствуйте, Алла. Спасибо большое за поздравления. Год для поликлиники начался очень насыщенно. Мы получили новый объем ОМС уже. Задались определенными задачами и целями. Планируем также охватить еще большую часть населения по льготному протезированию. Фронт работы большой. Бэлла Хасановна, расскажите, что еще нового планируете сделать в новом году? Из того, что мы планировали с того года и вот-вот уже осуществляем, это совместно с Минздравом Карачаева Черкесии и с Республиканской больницей планируется запустить терапевтическое, хирургическое, стоматологическое лечение людей с ограниченными возможностями. Это инвалиды старше 18 лет. Будет проводиться под наркозом как удаление зубов, так и лечение. У вас проходит неделя профилактических заболеваний в стоматологии, насколько нам известно. Как она проходит и много ли людей приходит на профилактику? Неделя проходит очень насыщенно. Эта неделя действительно определена как профилактика стоматологических заболеваний в Минздравом. Эту неделю определили накануне как раз нашего профессионального праздника. Мы объявляли об этом в соцсетях, на сайте, информировали на сайтах и на базе других лечебных учреждений. Поток пациентов увеличился. Желающих пройти профосмотр достаточно много. Поэтому вполне плодотворно. Неделя проходит. Палахасан, а какие выводы вы можете сделать насчет проведения таких мероприятий? Неделя-то завершается? Уже подытожив то, что мы проделали за эту неделю, конечно, я хочу отметить, что имеет большое значение проводить такие мероприятия. Спасибо за эту возможность Минздраву нашей республики. И мы пришли к выводу, что будем проводить чаще. Вполне возможно, что организовывать такие недели будем уже по своей инициативе. И как минимум два раза в год. Ну, еще раз поздравляю вас и всех стоматологов Карачаева-Черкесии. Была Хасана с профессиональным праздником. И с завершением вот такой ответственной недели, которую вы проводили и ваши сотрудники очень ответственно относились. Мы видели, мы приходили. И спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!